Что зря пропадать выходному, если можно собраться и помитинговать? Челнецкие коммунисты решили уже сегодня отметить наступающую годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции. Выступающие не скупились на критику существующей политической системы и действий властей. Однако, одними словами, коммунисты не ограничились. Как все начиналось и чем закончилось, расскажет наш корреспондент Егор Орлов. Площадь у мемориала Победы в одноименном парке, по мнению митингующих, как раз-таки символизирует то, что случилось со страной после развала СССР. С 91-го года день Октябрьской Революции отмечают в основном в формате пикета. Теперь надо объединиться, народный власть надо поднять. Я вот слушаю, и я справедливую, поддерживаю тех людей. Но такое мнение разделяли не все. Некоторые уверены, что в 21-м веке формат мероприятия надо менять, да и по технической части нужно подтянуться. Два динамика еще на 6 мегаватт. И чтобы все услышали, о чем тут речь. Тут нет ничего. Бездельщина какая-то собралась. Часть сочувствующих и вовсе отошла в сторону. Смущала обилие зеленых полотен среди алого кумача. Смотрим, зеленые флаги появляются. Сразу ушли отсюда. В интернете вчера информация прошла, что тот сможет появиться. Ну, и там тоже уже люди говорили, значит я не пойду. Появление гостей на этом празднике вызвало вопросы и у полиции. Тем не менее, сам митинг был согласован с мэрией. Но вот дальнейший ход событий властями изначально одобрен не был. Пока митинг набирает обороты, челнинскую малолитражку подготовили к несанкционированному шествию. Соответствующие лозунги, флаг на крыше и акустическая система. Совсем недавно за подобные действия на лидера местных коммунистов наложили штраф в 40 тысяч рублей. Есть вероятность, что скоро состоится еще один суд. Извините, если я возложила на себя миссию по защите народа, и если я буду где-то прятаться, то извините, я тогда не народный лидер. Уверенные в своей правоте коммунисты двинулись к проезжей части. И далее, уже по ней, в сторону поселка ГЭС. Для безопасности самих же демонстрантов сотрудники полиции решили временно перекрыть этот участок проспекта Мира. В итоге для многих челнинцев, особенно водителей, это празднование годовщины Великого Октября не осталось незамеченным. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.